всем привет на связь борис скалов сайты и сам точка робот я гуляю по пляжу нунга и давайте немножко расскажу об этом пляже сравнил с кендовой ну смотрите чем пляж нунга отличается от кенды прежде что тут больше народу больше движухи не знаю кому-то вот за мной увидеть например зеленые водоросли на кендве этого нету кому-то это и говорят что грязно хотя ну такой же почти голубое море на кендве чуть-чуть чуть почище по что поменьше народа что мне нравится у нунга и вот смотрите с кендва надо идти прям от лежаков до моря на нунга и вот они дома кафешки вы сразу вот они идете на море вот кафешки эти мне нравятся очень удобно таких кафе где вы сможете смотреть и любоваться ну конечно движуха здесь много народу больше музыки кафе людей в том числе есть гестхаусы для более экономных людей и кафе для более экономных людей и красивый кафе ну весь центр туристической жизни именно в нунге расположен на зандибаре вечером на закате все люди выходят прогуляться вдоль пляжа если вы были в индии в глава ромболи чем-то напоминает опять почему я выбрал кендву честно сначала ты забронировали в нунге не подтвердили писал даже в дзен канале 7 чё ты я забронил в кеды почему сам не полетел тоже неудобно на первыми рейсами полетел еще не было прямых рейсов с пересадками не охота было но в принципе я тут ехать на байке и пять минут но можно прогуляться пешком я уже записывал видео прогуляться пешком быстрым шагом 20 минут прогулочный вот так записывай как я 30-40 минут а впереди как раз находится кендово между пряжи минут векенду вот если вы пойдете пешком расположен такая зона красивая а а и вот там уже посидеть попить коктейльчики но многие гуляют от меня также знакомые гуляют например то я к ним то они ко мне вот что еще ну конечно здесь больше например вот байки я брала именно в ногу то что в кем 2 даже не мог найти байк это то не завтра то тумору здесь я снял байк за 15 долларов в день в принципе хотя просили 30-25 чем хорошо вот как раз для чего это рассказывать чем хорошо ноги что есть варианты просто мне сказали в кенве одного человека или нашел на один задает и все не торгуете здесь поторговался с двумя с тремя третьего взял за 15 бакс есть варианты вообще здесь расположен достопримечательности больше например пруд с черепахами где можно купаться я вам оттуда запишу видео к черепахам так есть аквариум вот вывески даже если хотите пешком вот смотрите обязательно сходите в принципе из нунгви из кендовы пешком можете даже дойти вот пруд с черепахами с ними можно поплавать 10 долларов поплавать вот они и вот даже туристы и гладят даже посмотреть все видно хорошо даже если не будет плавать прям развлечая сам не совы с детками покажите им черепах и ехать недалеко приматную деревню ну и просто вот у нас например тем и уже спокойно тут движуха люди гуляют гораздо то есть веселье интереснее скучно я очень часто езжу сюда на байке например на закате иногда с утра мне здесь просто больше нравится так как не люблю сидеть только у отеля кушать еду постоянно на одном пляже в одном отеле мне это не нравится ну что я вам рекомендую если у вас есть возможность езжайте в ноги до самое главное преимущество пляжей нунга векенды вот вы видите то есть вот я здесь уже несколько дней нету приливов отливов то есть не надо идти до моря вот на этой части острова вот и проезд в джимбиане на другой части острова кивенгу берете то вам придется еще очень долго идти до моря либо выбирать время когда купаться поэтому я например для себя рассчитывал нунгве или кендва ехать сюда где-то полтора часа на такси от аэропорта такси до нунгве ну я сторговался за 30 я рассказывал на зандибаре мне очень нравится белый песок голубое море вот такие потрясающие кафе на зандибаре вот все баха про практически в таком национальном стиле сделаны ты творится что добавляют ему очарование в местном стиле конечно да нет такой цивилизации культуры как ни странным при цены дороже чем в индии допустим в вьетнаме в таиланде на то жилье на аренду байков вот ну опять расскажу почему когда видео будет снимать про аренду то что здесь государство очень много берет налогов например с отелей с арендаторов байков вот за аренду байков не выписали пермит то есть куча документов в индии просто дал деньги все и естественно арендаторы байков платят налоги поэтому как скажем таксист 80 процентов бюджета страны составляют туризм поэтому здесь подороже вот кстати сейчас я развернусь вот на ноги и например висит много волейбольных сеток вон там люди играют футбол волейбол движуха здесь идет постоянно вечером вот она в этих кафе зажигают сайт огни и становится очень красиво вечерами можно посидеть вот в таких красивых кафе на берегу моря в романтической обстановке а а а а а а а а выйти он запишу цену нет ресторан в центре ноги прямо вот как вы видите обалденный вид на море а вот салат восемь тысяч шиллингов сразу скажешь двадцать три тысячи шиллингов десять долларов в рублях не буду называть так как курс рубля это даже не хочется про это говорить в отдельной теме постоянно прыгать с качеством исценивать вот например пицца 15 тысяч шиллингов то есть меньше десяти тысяч долларов вот по семнадцать тысяч шиллингов например второе хорошая еда пятнадцать восемнадцать двадцать паста и вот говядина то есть кусок мяса можно съесть за неделю, за неделю вот рыба тоже начинается двадцати тысяч морепродуктов вот например я взял гриль кальмары то есть спрашивают с чем соревновать я взял патеты spice местную картошку можно было с рисом с french fries взять вот например королевские кривенки приходит где 9 долларов смотрите где подешевле есть допустим я вам записал на пляже с видом на море вот обычно уже такое более простое кафе но цены здесь поменьше то есть одиннадцать тринадцать во всех южных странах будет забрать в том числе или пить вот холодный кофе из кофе вот какой клейм зашел на шкафу такой есть улица магазинчиков в нунгве вечером в нунгве можно прогуляться по таким магазинчикам так же много кафе играет музыка ну вот если слышится там играет впереди меня музыка ну вот чем нунгве отличается от кендви и чем мне например больше нравится нунгве что есть что делать вечером можно прогуляться много ресторанчиков каких-то баров да просто больше мест где можно пройтись например в кендви это одна улица это уже там полдесятого все заканчивается можно сказать в 9 часов вечера и все и сиди в отеле а здесь повеселее все происходит много тоже кафе на берегу моря такие магазинчики личного освещения как такового в занзибаре нет вот только освещение у магазинов то есть централизованного освещения нет только в стоунтауне поэтому например если вы ночью поедете по дорогам они будут все в темноте учитывайте это когда едете на байке сейчас я попробую такую вкусную вещь стоит 1000 шиллингов где-то 40 центов меньше доллара как и все на занзибаре вся еда это тоже со специями так что достаточно остро прогуляйтесь по кафе найдите например где вам понравится где лучше цену вот елка осьминог за 20000 здесь он 18 уже тысяч например на пляже ноги можно взять в аренду лежаки цена будет 10000 шиллингов на двоих меньше пяти долларов его взяли отеля обычно в кем для ноги есть свои лежаки они бесплатные это если вы здесь зимуете допустим приехали сюда просто из другого с другого пляжа крабы здесь на пляже встречаются почти везде по скалам лазают вот можно взять лодку будет стоить 20 долларов в час ну поторгуйте может меньше если я торговался и покататься и посмотреть на берег моря на закат правда он сзади меня сейчас надо развернуться в море в море за 2 в море сзади в море Продолжение следует... Что привезти из Занзибара, можно от таких сувениров набрать. Они вам также помогут защититься от жары здесь на пляже. Много изделий из дерева, таких национальных украшений, масок, фигур животных. Ну, опять, если вы привыкли к европейскому комфорту, его вы здесь не найдете. Но мне нравятся такие приключения, в том числе посещать такие страны. Вот сейчас как раз иду брать в аренду байка. Опять же, кто был в Индии, я прямо понимаю, но тут даже и дорог нет. Вот, кстати, автовокзал, но он говорит, если вы хотите на местных автобусах поездить, вам сюда. Такие вот рейсы-автобусы. Какая сотовая связь. Вот есть тут Айртел, Зантел еще какая-то. Вот все рекомендуют Зантел, так как она ловит на всем острове и есть разные тарифы. Еще одно кафе, которое мне нравится в Нунгле, Мамма Мия. Рядом с Лангла Лио, где мы ели октопуса, осьминога. Чего-то здесь мне нравится, здесь есть мороженое итальянское. Вот такая штучка стоит 8 тысяч шиллингов. Если бы я один комок взял, один шарик, 4 тысячи шиллингов. 4 тысячи шиллингов полтора доллара где-то. Ну и, конечно же, можно любоваться такими красивыми видами почти из каждого кафе, что в Кенгве, что в Нунгле. В Нунгле даже море ближе гораздо. Вот, смотрите, здесь уже еда местное питают. Такая стретия еды. Ну, вообще, вот, в принципе, местных на пляже немного. Это я вам они в одном месте показал исключение. В основном все чисто, спокойно, гуляют европейцы, нет грязи, нет попрошаек, много. Да, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Ну, смотрите, какой прекрасный закат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok